МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...право на ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала. Если доход семьи на одного члена семьи меньше, чем 15 543 рубля, то вот такая семья будет иметь право на ежемесячную выплату средств материнского капитала. Программа социальной сплоченности не может решить все социальные проблемы в одночасье. Однако начало уже положено. Чтобы изменить качество жизни людей, концепция будет затрагивать сферу труда, социальной защиты, здравоохранения и образования. Это создание условий в регионе, чтобы здесь было комфортно жить, создавать семью, рожать детей и не бояться стареть. Одним из важных направлений программы социальной сплоченности станет проведение детских поликлиник к единому современному стандарту. Проект включает в себя все самые новые технологии для комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях. По результатам и по итогам работы с момента внедрения нового стандарта, это позволило нам повысить доступность медицинской помощи для населения. Она у нас увеличилась до 19,3 по итогам работы года. Снизилась заболеваемость детей, уменьшилось количество жалоб, обращений граждан. Поликлиника номер 9 как раз оборудована по нормам нового стандарта. Мама двоих детей Римма Хисамова сразу обратила внимание на современный ремонт, новейшее оборудование и доброжелательную атмосферу. Она, как и многие другие родители, заметила, что поликлиника заметно отличается от других государственных больниц прошлого. Нашим детям приятно приходить сюда, находиться здесь, играть, так как здесь есть игровая зона, то есть и нам очень удобно. Отдельно хотела бы сказать по поводу регистратуры, что регистраторы у нас очень замечательные, отзывчивые, что всегда все объяснят, покажут, что для нас тоже немаловажно. И по поводу приема врачей тоже очень удобно, что у нас электронная запись. Современная детская поликлиника – это не только яркий дизайн, открытая регистратура по принципу ресепшн, новое оборудование, игровые зоны и мультики в коридорах, но и система сокращения времени ожидания в очередях. С этого года проект распространится на детские поликлиники Демитровграда и районах области. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.